Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2559. Как Вы оцениваете действующий закон о религии? Улеглись ли бушевавшие вокруг него споры? Нуждается ли он в совершенствовании и в каком именно? Чего ждет Русская Православная Церковь от законодательной власти России? Отвечает Патриарх Алексей II. Закон о свободе совести и религиозных объединениях, принятый два года назад, стал плодом непростого диалога между законодательной и исполнительной властью, православной церковью, другими религиозными общинами. Конечно, этот закон не идеален. Конечно, возможно его улучшение. Точно так же можно совершенствовать и Конституцию, и другие правовые акты. Но главным достижением нового закона, уже принесшим пользу обществу, я бы назвал упорядочение деятельности религиозных объединений или юридических лиц, а также создание возможности пресекать в судебном порядке действия деструктивных псевдорелигиозных структур, опасных для личности, семьи и народа. Участие в обсуждении различных законопроектов, рассмотрение других важнейших вопросов жизни страны были в центре диалога и сотрудничества нашей Церкви с Советом Федерации и прежним составом Государственной Думы. «Надеюсь, что наши взаимоотношения с Федеральным Собранием России останутся самыми добрыми и после парламентских выборов. Церковь полностью готова объединить усилия с российской законодательной властью в общем служении благу человека, народа, Отечества». Отвечает Игнатий Лапкин. «Ни слово, не полз слово, что верующему человеку и старый закон не мешал достичь Царства Божия. И меняли его из-за нападок православных патриотов, чтобы был принят закон, по которому можно было под видом деструктивных действий свернуть любому голову. То пятьдесят лет придумали, то иную несусветную и дикую глупость. И в самом ответе уже для своих претензий на господствующую религию оставил лазейку хитрую, что еще не совсем доволен и попутно вернул про Конституцию. Это означает, не спите, в любой момент можем прийти к власти и устроить снова старобряд самосвенцем, как в прошедшие триста лет. Попы легко могут создать инквизицию, индекс запрещенных книг. Так, если бы в православной церкви Библия занимала первое место, то сегодняшняя свобода послужила бы ей в восстании от тысячелетнего литургического сна. Библия. Книга пророка Исаии, 56 глава, 10 стих. Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Книга его, 15 глава, 27 стих. Потому что он покрыл лицо своего жиром своим и обложил туком лядвии свои. Новый Завет, Ветхий Завет, Второзаконие, 3, 2 глава, 15 стих. Стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Субтитры создавал DimaTorzok